Дорогие друзья, здравствуйте! Очередной вебинар от Приан вашему вниманию. Мы начинаем сегодня беседу о Таиланде. Будем говорить о Пхукете, будем говорить о недвижимости, причем с таким очень четким прицелом, с четким акцентом. Недвижимость в Таиланде и на Пхукете в частности, это очень часто история инвестиционная и цели у покупателя, и, в первую очередь, инвестиционная. И, соответственно, в вопросе инвестиций есть очень много разных нюансов. И мы сегодня постараемся предельно подробно покопаться в этой истории, посмотреть, как это вообще все работает, как работают инвестиции, в каких случаях заработать можно больше, почему некоторые проекты приносят своим собственникам много, а некоторые немного. И обсуждать все эти вопросы мы будем с Александром Давыдовским, основателем группы Art House и генеральным директором компании. Александр, здравствуйте. Добрый день. Насколько я понимаю, вы работаете очень долго уже на Пхукете, то есть вы там, по сути, уже скоро юбилей будете, десятилетний отмечать, насколько я понимаю. Ну, уже десятилетний юбилей давно уже прошел. Скоро будет уже 16 лет на Пхукете. Это у меня в июне этого года будет 16 лет. Приехал в 2008-м. Тогда Пхукет очень сильно отличался от того, что он представляет сейчас. То есть там буквально несколько светофоров на весь остров и буквально один там торговый центр. Сейчас, конечно, это такой прям фешенибельный курорт в Юго-Восточной Азии. Вы изначально, насколько я понимаю, начали заниматься именно строительством. То есть вы работали не только как агентство. Можно буквально несколько слов об этом? И так, и так. То есть эти две сферы подтянуты друг к дружке. Изначально, все-таки, я думаю, первое было, это была именно недвижимость. Но приехала я с мыслью на Пхукет, что именно строить. Хотя в тот момент, вот если вспомнить 2008 год, как это тогда было, Пхукет начинал привлекать интерес различных инвесторов со всего мира. Но кто бы тут занимался стройкой, таких не было. А мне всегда этого хотелось. И, кстати, у меня нет строительного образования. Я думаю, что в какой-то момент у меня просто этот вакуум, который тут образовался, просто затянул меня. Хотя могло быть так, что и не случилось бы, как случилось. Тем более, что есть люди, которые более профессионально подготовлены в плане стройки, чем я. Но они оказались не в том месте и не в этом самое время. Вопрос сразу от наших зрителей. Я напоминаю, что туда работает чат. Здесь контакты давайте тоже Александра и его компания опубликуем. Где вы находитесь сами, в каком городе, в какой провинции? Это провинция Пхукет, город Пхукет, Муанг-Пхукет. То есть здесь я живу, работаю уже 15 лет. А, ну то есть вот у вас офис находится именно на Пхукете? Да, именно так. Ну, давайте тогда буквально несколько слов сейчас мы и о проектах, безусловно, ваших, расскажем. Но в первую очередь давайте поговорим о ситуации, которая сейчас в инвестиционном смысле сложилась на Пхукете, об инвестиционном климате, который сейчас есть на острове. Вот ваш взгляд, ну был ковид, когда Таиланд был довольно жестко закрыт, были другие проблемы. Как сейчас? Насколько сейчас все происходит активно, бурно? И, ну знаете, когда очень часто многое происходит бурно, есть всегда опасения, что это такой взлет перед падением. Ваш взгляд, что сейчас? Я бы сказал, что мы вышли на плату, потому что последние два года были... Ну, представьте себе, что вот в ковид остров Таиланд был закрыт, сюда не было возможности приехать. А те, кто был до ковида, так как нету никакой деятельности, они просто взяли и уехали. И здесь оставалось единицы людей, которые тут чем-то еще занимались, я имею в виду иностранцев. И когда, получается, у нас закончился ковид, ну как, Таиланд открылся. И потом еще сформировали... Вы знаете, в один временной отрезок сразу же наложилась отложенная спрос на россиян, кто-то вообще хотел переехать, еще плюс вот это вот дело политической, это история. И, в общем, у нас здесь начался просто жуткий бардак. И вот два года мы пытались как-то самоорганизоваться. Надо понимать, что на острове был вакуум на специалистов, на вообще там, на тех, кто... Технологичных специалистов какого? На всех сферах. Работа там в любой деятельности, при том, что эти люди нужны. И не только в недвижимости, там, и в туротрасли, и даже там в любом из видов, как вот Пукет, может быть, как Москва. Только плюс очень большой сектор туризма. Но вот приехали новые люди, которые, некоторые из них вообще первая за границей, не все говорят по-английски. И вот два года мы пытались организоваться, при том был такой, знаете, но полный бардак. Если просто человеческим языком сказать, бардак. Сейчас как-то... Мне даже какое-то время приходилось собирать этих новых, приехавших людей. Они... Ну, хорошо, они, кстати, оказались достаточно организованы. Они быстренько собрались, требовали много информации, просили как-то, чтобы как-то это все оформиться, как тут взаимодействие с властями осуществляется. В общем, я их собирал и как-то все рассказывал, объяснял чему-чему. И сейчас вот более-менее стабилизировался рынок, все стало понятно, все знают, чем занимаются. Цена стабилизировалась, потому что она непонятно, как себя вела, никто не знал. В какой-то момент был настолько жуткий дефицит на недвижимость, что просто некоторые крупные из брокеров, которые международные, просто отказались работать в Пукет. Здесь нечего было предлагать, потому что COVID, если что-то было, то распродалось, какая-то вторичка где-то там что-то уже перепродалось по безумным деньгам. Новые стартапы не начинались. И, соответственно, к моменту вот этого всего бума у нас просто не было продукта на острове. Но вот если мы говорим именно об изменениях последних, скажем, полутора-двух лет, когда COVID закончился в феврале 2022 года, другая гораздо более суровая напасть началась в мировом масштабе. 2023-2024 год, 2022, как меняется, скажем, может быть, принцип зарабатывания денег, возможности для зарабатывания, я имею в виду с инвестиционной точки зрения, что влияет сейчас на ту цифру, которую получает инвестор? Ну, я думаю, что сейчас у нас еще кое-какой фактор не появился. Дело в том, что очень много потока туризма и инвестиций шла с Китая до COVID-19. Но сейчас этот фактор еще не включился, который тоже очень влияет на то же ценообразование. Но если говорить о европейцах и россиянах, которые присутствуют сейчас на острове, то я бы сказал, что этот период чем-то напоминает то, что было до COVID. Да просто все спокойно, стабильно, каждый зарабатывает в своем сегменте, кто-то инвестирует в нулевой цикл и потом перепродает на готовности, кто-то переехал сюда и занимается даже короткими куплями и продажами, кто-то подыскивает себе объекты в пассивный доход и берет их сразу в портфель, там несколько в разных районах. То есть недвижимость здесь, как бы там не было, мировой курорт, она все равно даже самая-самая, не знаю, как сказать, убогая, если в таком месте, она все равно будет зарабатывать. Но, конечно, есть конкуренция на рынке между управляющими, кто больше заработает. Об этом мы, кстати, сегодня потом поговорим. Но в целом я думаю, что вот именно до COVID стабильно все. В какой-то момент, почему я упомяну китайцев, потому что они могут вернуться, когда они могут опять подорвать рынок, и цена опять вверх полетит. Но пока этого не произошло, все так стабильно, динамично. Вот сильно ли ощущается конкуренция среди компаний-застройщиков на Пхукете? Вопрос от наших зрителей. Сейчас уже пошла конкуренция или нет? Ну, хороший вопрос. Все дело в том, что вот когда COVID закончился, его на тот момент я посчитал, всего было 5 застройщиков. Кто-то там достраивался. Сейчас еще зашли парочку застройщиков из Бангкока. И очень приличное количество стартапов от неизвестных нам застройщиков. То есть здесь ситуация такова, что клиенты и сами брокеры острова ориентируются, конечно, на старичков, потому что проверенный вариант. Плюс еще, ну, конечно, национальные компании типа Сансири, которые строят там, не знаю, в каких-то гигантских масштабах, тоже, в общем-то, проверенный надежный вариант. Но вот этим, тем, кто небольшие и совсем новенькие, то им, наверное, будет тяжело продать свой продукт и акцентовать себя. Несмотря на то, что бывает, обертка очень хорошая, но все равно упаковать это нужно, какая-то все-таки какой-то бэкграунд у компании. А клиент иногда ориентируется на мнение брокера или агента. И агент, собственно, все знает. Большая часть истории. Они же все, кто уже, даже те, кто... Ну, агент работал. Он уже просто с одними работал, с другими нет. Но тут такой вопрос. Вы сказали, что все равно вот некий дефицит возможен, то есть он был, например, да, сейчас, возможно, его уже нет. Означает ли, сказанное вами, что, ну, то есть предложение, которое сейчас идет от новых компаний, от застройщиков, оно, в общем, ну, может быть, уже через какое-то время станет избыточным? Или это какой-то баланс здесь все-таки есть? У нас предложения достаточно уже. Но если говорить, избыточное оно или нет, через какое-то время, возможно, оно не будет таким обильным. Потому что у нас получалось все так, что застройщик объявляет продукт, назначает, говорит, допустим, в 9 утра столько-то открытия продаж, и квартиры сметены за несколько часов. Но это в определенных объектах, в определенных проектах. Ну да, но даже не в определенных объектах, а практически во всех, никто не успевает достроить даже до фундамента объект. Он продается, будучи еще, ни у кого нет готовой недвижимости, если это не вторичка. Вопрос тогда, опять же, связанный со строительством. Как сейчас, особенно после того, как рынок, действительно, вы сами сказали, и с точки зрения кадров испытывал определенные трудности, была определенная неразбериха. Вот сейчас, по прошествии, там, два года завершения ковида, такой активной фазы. Каковы риски недостроя и особенно с ученым появлением новых компаний? Насколько сейчас это рискованно на Пхукете? И особенно, если сравнить эту историю, скажем, с доковидной. Вот ваш опыт, ваш взгляд. Есть ли сейчас ситуация, когда, ну, реально можно прогореть именно вот самым таким банальным образом, к которому те же россияне привыкли за, там, 30 лет уж очень даже? Вы знаете, у нас, если посчитать все объекты, я как-то взял калькулятор и посчитал район Бангтау, у меня получилось заявлено 10 тысяч ключей. Это больше, чем емкость рынка, если не зайдут китайцы. Но я бы, еще у меня смущает наличие... Ты 10 тысяч юнитов, да? Да, 10 тысяч юнитов. Ну, там у меня 10 тысяч 400, и то я даже не все посчитал, я там еще не посчитал лагуну кое-какую. Меня еще немножко смущает муниципальные планы по развитию инфраструктуры. На такое количество квартир нужно значительно дорожное, ну, там, развить дорожную сетку. Вот, и поэтому я бы сказал, что следующие два года активной стройки, вот, наверное, те, кто мелкие, смогут слопнуться. Вот, такое я не исключаю. Вот, может быть, кто-то заявится, а потом скажет, нет, мы не продались, извините. Вот, или начнут строить за счет, не знаю, каких-нибудь своих собственных сбережений, если и таковы есть. Но риски присутствуют. Для инвестора, которому интересен максимальный доход, и который присматривается по Пхукету, имеет все-таки смысл смотреть исключительно на объекты на стадии котлована, или, в общем, определенные хорошие цифры можно получить и другим способом? Если да, то какие цифры, и что это за другой способ? У нас достаточно большой спрос на вторичку, но нужно учесть, что вторичка та, которая готова, она дороже. И деньги придется выкладывать сразу. Зато доход, он сразу. Или заехал живи сразу. Вот, но те, кто купил два года назад и достроился сейчас, они не хотят отдавать за дешево. Тем более, что все как бы почувствовали, что Пхукет вот-вот вообще на каком-то старте. И даже если бы доход был бы небольшой, они бы все равно все устраивали. Никто не хочет этот актив куда-то в другое место переплатить. Понятно, да. То есть, по-моему, сейчас покупают не для того, чтобы купить и перепродать, хотя такая возможность сохраняется. Такое есть, конечно. У нас этим занимаются местные брокеры, которые покупают в короткую и тут же перепродают. Особенно новые проекты, которые там, допустим, объявляют предпродажную стоимость низкую, маркетинговую, и потом она поднимается, и тут же этот брокер, будучи владелец контракта, он перепродает контракт. Он даже не доносит полностью сумму этой квартиры, потому что строящийся объект там уже оплачивается все этапами. И те, как назвать это, спекулянты, да? Ну, спекулянты, что применение к недвижимости – это вполне корректное слово. Ну, в общем, да. И они, конечно, докладывают там чуть-чуть недвижимости, перепродают контракт. Я не думаю, что этим занимаются все поголовно, но есть на острове у нас такая вот группа людей. Знаете, давайте посмотрим просто, опять же, на примере у вас есть несколько проектов, которые вы уже построили, собственно, за эти годы. Я просто сейчас покажу, вот какой-нибудь из них выберите, пожалуйста, и скажите, вот, ну, например, вот этот проект, он завершен же уже, да? Да, да. Да, он построен. Вот в какие годы он строился? Мы его построили в 20-м и сдали. В 20-м сдали. Вот тот опыт, сколько стоил там, условно, квадратный метр или какой-то объект на стадии котлована в самом начале? Сколько по завершении строительства и сколько стоит сейчас? Ну, примерно. Я понимаю, что, может быть, в голове у вас этих цифр нет, но, наверное, какой-то арникет можете дать. Сейчас, вообще покупался он, я помню, продавали ему где-то 120 тысяч бат за квадратный метр. Это, сейчас точно скажу, где-то 3 тысячи долларов получается, в среднем. 3 тысячи долларов за квадратный метр. Недавно я считал, кстати, смотрел, сколько люди перепродают там с авторечки, где-то получалось, у меня в среднем, в среднем, в среднем, арифметически получилось 168 тысяч бат за квадратный метр. То есть 168. Ну, бат, в общем, относительно стабилен. Сейчас, то есть, получается... Где-то 4 800 перепродают. Скажите, а как менялись цены, но, опять же, может быть, на примере этого проекта. Вот проект достроен, все, вот он абсолютно свежий дом. И проходит там 3, 4, 5 лет, 2 года, да, он уже все-таки стареет, да. С учетом того, что появляются постоянно новые проекты. Насколько тут можно спекулировать, или это уже, скорее, история не самая интересная? То есть, купив во время сдачи, ты покупаешь на максимум. Во время сдачи покупаешь на максимуме. Если, вы знаете, тут немножко сложнее все. Вот. Особенно, что касаемо перепродажи. Проект, допустим, там может и быть, ему и 5, и 10 лет, а он все равно будет расти. По двум причинам. Во-первых, за счет своей локации, если у него хорошее расположение. У нас земли не так уж и много. Очень много земли на острове относятся к всяким национальным паркам. Горы нельзя застраивать, холмы должны быть зеленые. Кое-что вообще там, даже пшеницу не посадить. Но, в общем, и в этом плане, если вдруг какой-то объект где-то в важной части острова, с развитой инфраструктурой и пляж рядом, то он все равно будет расти даже через 10 лет. Ну, вопрос еще в перепродаже тоже очень интересный, здесь регулируется. Потому что есть комплексы, которые обладают собственным отделом продаж, а есть, которые не обладают. Что это значит? То есть, к примеру, когда вот у вас есть квартира в комплексе, которая не обладает собственным отделом продаж. То есть, есть просто лобби-рецепшн, люди заходят, селятся, ключи там нет. Там у нас, к сожалению, нет на острове какого-то такого площадки, типа там, не знаю, Сэран или Авито. То есть, зайдя в квартирный комплекс, ты не знаешь, какие квартиры там продаются. А владелец, который хочет их продать, он заключает контракт с каким-то агентом или брокером, и этот брокер по большей части закрывает эту продажу, эту квартиру на собственный поток клиентов, то есть на себя. Его выгода понятна, да. Да, то есть, ну, а у нас примерно 400 компаний где-то на острове занимаются недвижимостью. В то же самое время, если, допустим, этот же клиент живет в комплексе, у которого есть офис продаж, то он, получается, спускается, подписывает контракт, там есть менеджер продажный и юрист. И, соответственно, этот менеджер отправляет эту квартиру всем 400 агентам, и каждый может приехать и знает, что вот тут эта квартира продается. То есть, ликвидность увеличивается в 400 раз, да. Ну, так, грубо говоря. И вот тут очень большая разница. Такая вроде бы мелочь, но настолько сильно влиятельна. Хорошо. Давайте тогда немножко с другой стороны опять же зайдем. Если мы говорим о доходности, вот приходит человек, начинает выбирать, у него есть палитра всяких предложений. Какой степени наиболее доходные, на ваш взгляд, объекты, это объекты курортные? То есть, чем ближе к первой линии, тем доходнее. Или это не обязательно так, с учетом того, что на Пхукете арендуют, особенно в последние два года, не только те, кто хочет там на две недели приехать. Есть объекты в глубине острова, есть объекты, которые, возможно, дешевле, там, вторая, третья линия. Есть некая, может быть, золотая середина между удаленностью, ценой и доходностью. Ваш взгляд, на сколько курортен он должен быть и что такое курорт? Но если это первая линия, если это первая линия и до пляжа буквально там полшага, то это топ. Но таких очень много. Это очень хорошо для... Это очень хорошо. Это очень выгодная инвестиция. Она... У нас не бесконечный пляж. Нет, это понятно, но все равно. То есть, опять же... И с точки зрения пассивного дохода и перепродажи, и капитализации, это очень выгодная инвестиция. Я имею в виду, надо дорогу к пляжу и инфраструктуру. Потому что есть, к примеру, северные пляжи острова. Там нет инфраструктуры. Очень приватный отдых. Там просто джунгли. И если там нету... Вот, допустим, в районе Бангтао, там Корон или Нейхард, очень много вкусных ресторанчиков каких-то. Там можно сходить где-то, отдохнуть, расслабиться. Очень много всякого активити. Но там просто джунгли. И даже находясь... Если вдруг кто-то построил проект на северном пляже, но нет инфраструктуры, то есть полноценный прям, знаете, как, наверное, какой-нибудь фрукт наберет свой цвет и краску всю, и свой плод созреет только через, там, какое-то количество лет, может даже через 10. Когда туда придет инфраструктура, если она придет, конечно. Правильно ли я вас понял, что вот при прочих равных объект на первой линии и объект на второй линии, но я не беру... Они по цене могут немножко различаться, да? Но вот первая линия, она всегда более загруженная, она всегда более выгодна по этой причине. Вы имеете в виду, выгодна для капитализации и перепродажи? Да, для инвестора и для капитализации. Мы сейчас говорим с точки зрения, возможно, улучшения на поле. Не аренду вы имеете в виду? А, хитро спросили. Давайте то и другое оценим, потому что аренду тоже в данном случае было бы интересно посмотреть. Если капитализация, то да, этот объект на первой линии будет всегда расти. Если, кстати, подумать так. Есть один фактор, кстати, многие говорят, что... Хотел упомянуть в качестве строчки такой. Мы хотим, я услышу, вид на море. У нас пляжная береговая линия, и она ровная. То есть там нету горы. А гора обычно от берега там в несколько километров. Если ты находишься на горе, ты можешь видеть это море. Но ты несколько километров от этого моря. То есть если ты находишься рядом с морем, ты чаще всего его не видишь. Ну, если, конечно, там может быть, правда, какой-то пентхаус, прям их там единицы может быть в комплексе. Но в итоге как бы ориентируйтесь именно на как близко это море. Вот если вам... Хотя надо отдать должное, эти объекты все-таки дороже, чем все остальные. Они дорогие. И земля там недешевая рядом с пряжем. А что касаемо аренды, то здесь все в руках управляющей компании. Потому что объект, который даже в каких-нибудь там, я не знаю, как это назвать, в черемушках, может находиться очень... Ну, если там стоит какая-нибудь Мариотт или Рамадан написано на этом объекте, то он будет зарабатывать больше, чем, грубо говоря, ноунейм на пляже. Такой тоже, это, кстати, очень сильный фактор. Давайте я тогда просто буквально перед тем, как уже перейти именно вот к этой части нашей беседы, про как, собственно, получить максимальную доходность и как она зависит от управления и от бренда, о котором вы упомянули. Два вопроса просто от наших зрителей. Первый вопрос был, он не совсем имеет непосредственное отношение к нашей теме, но понятно, что он важен. Проблемы с переводом денег из России в случае оплаты за вторичку. Как вообще сейчас поплачивается недвижимость, если из России? Вы знаете, вот те, кто перепродают свою недвижимость на острове, они должны понимать, особенно если ты владеец и хочешь на вторичке продать, то здесь местный земельный департамент отслеживает получение денег в Таиланде. То есть не получится, допустим, встретить своего соседа, рассчитаться с ним там натурой или чем-то еще внутри России и переоформить здесь недвижимость, потому что там в земельном департаменте нужна специальная форма, транзакшн форм, там, ДТ-3 у нее код, и она выдается банком, который получил деньги из-за рубежа, там, неважно, из России, из любой другой страны. То есть, когда перепродаешь свою недвижимость на острове, нужен скроу-счет. Счет условного депонирования открывается на базе какого-нибудь юридической фирмы местной, она принимает деньги, кстати, безопаснее бы было, если бы этот скроу-счет, юрист, который получил деньги за недвижимость от покупателя, встретился с продавцом, выписал ему чек и обменял чек в земельном департаменте на чину. Безопасно. А вот этот момент, если и продавец, и покупатель, и россияне, ну, просто я знаю, что в некоторых европейских странах, например, есть схема, когда оплата происходит здесь, а я просто предоставляю документы, потому что деньги были переведены. В Таиланде такая история не работает? Нет, нужно обязательно показать, что деньги прошли, зашли в Таиланд. Окей, и вопрос, от него отталкиваясь, мы уже дальше будем говорить о конкретных цифрах, вопрос, на какую доходность можно рассчитывать от же задачи в аренду жилья в новом комплексе, в курортной зоне, который только сдан, только введен в эксплуатацию. Рассмотрим идеальную, не идеальную ситуацию, что ты купил недвижимость в тот момент, когда комплекс сдан, то есть ты не на стадии котлован, а вот купил что-то готовое и начал сдавать. Вот, чтобы мы от этой цифры потом отталкивались. Вот ваше ощущение на Хукете, это какая цифра сейчас? Ну, о чем я и хотел сегодня поговорить, о том, что она очень сильно разнится в зависимости от того, кто управляет вашей недвижимостью. В конце концов, вот даже если ваш комплекс находится на берегу моря, и вдруг вы наняли какого-то управленца, который просто там пошел, под пальму лег, спит, отдыхает, думает, сейчас сами приедут, кто-то заселится, он нам даст ключи, возьмет деньги, то это минимальная доходность, она может быть даже вообще никакой, если просто человек, какая компания оказывается безответственной или безалаберной. И тут очень много факторов, которые… Или это если отельная компания с огромным резервационным отделом, десятками людей, которые работают в управлении недвижимостью, то там совсем другая история. Хорошо. Тогда давайте в эту тему тогда и погрузимся. И, собственно, то, о чем мы и хотели большую часть нашего вебинара посвятить. Итак, скажите, пожалуйста, значит, вот, ну, есть история с гарантированной доходностью, про нее я спрошу потом отдельно, но есть история с доходностью негарантированной. То есть, вот, ты начинаешь сдавать, как физически это происходит, что имею в виду, как формируются финансовые взаимоотношения и договоренности между вами и тем, кто вам будет сдавать. Вот просто как это происходит. Ну, давайте тогда я, наверное, уйду немножко в историю. Давайте. Чтобы более подробно рассказать про это все. То есть, когда мы начинали строить и создавать продукт, вот недвижимость, особенно курортная, это актив, который должен приносить какой-то доход. Он не может не приносить. Но вопрос только в том, как много он может принести рентабельности относительно своей покупной стоимости и вообще, может, больше или меньше. И в итоге первое для нас был этап и такое откровение, что первое, нельзя, чтобы в комплексе было много брокеров, которые набегают туда. Такие комплексы сейчас существуют, когда просто застройщик продает и не занимается дальше этим комплексом. То есть, занимайтесь с ним сами. И тогда брокеры по аренде, они начинают демпинг внутренний. У нас даже это, я бы сказал, такой каннибализм. Они, вот, их проблема в том, что когда приезжает турист к ним, заселяется, они продают также какие-то сервисные услуги, там, может быть, даже отдых какой-то. Но они не хотят, чтобы этот турист, познакомившись с соседом, узнал, что тот дешевле снял в два раза. Им этот скандал не нужен. Поэтому они друг друга все-таки отжимают по цене. И когда мы с этим столкнулись, более того, там бывают случаи, даже влияющие на безопасность, вот, поэтому мы по всем нашим комплексам закрыли возможность агентам работать просто всем подряд. А что вы предлагаете? Какая схема тогда работает? У вас есть один? Это было еще несколько лет назад. Мы тогда стали, это были, мы объявили конкурс и сказали, давайте будет одна компания, которая будет управлять ресепшеном. И цена будет одна на весь комплекс. И она будет высокой. К примеру, вот так, да? Это сработало. Мы объявили конкурс, выборные были характеристики того, что компания должна обладать своим маркетинговым отделом. Не все управляющие на острове обладают своим маркетингом. К примеру, Кнайт Франк, несмотря на громкое имя, она только управляет и хорошо содержит вашу недвижимость. Но у нее нет отдела, который ищет вам туристов. Ну, понимаете? Плюс еще была такая характеристика, чтобы обязательно была в портфеле туристическая деятельность. Компания управляющего, которая занимается туризмом, ей выгодно, чтобы приезжали именно туристы. И чем чаще они приезжают и уезжают, тем, значит, больше шансов сдать посуточно. Это самая высокая цена. Ну и плюс, конечно, были обязательно в условиях прокаченные соцсети и суперхосты на различных там IRB. Несколько коротких вопросов. Сколько компаний, на ваш взгляд, есть, которые могут, ну для вас, вот вы застройщик выбираете, сколько компаний, в принципе, могут предоставить такой полный цикл? Даже не для человека, а лично для вас. Их 5, 10, 15, 50, 100. Вы имеете в виду полный цикл с учетом управления кондоминиумом? Да, 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 да. Не управления отелем, а кондоминиумом? Ну, управление, давайте так, управление. Вот я, начнем с того, я хочу выбрать квартиру в каком-то кондоминиуме. Я исхожу из того, что он туристический, в том смысле, что он не в глубине острова. Пусть даже это не первая линия, а пусть вторая. И я начинаю смотреть, а вот управляющая компания соответствует каким-то критериям? То есть, что я должен понять про эту управляющую компанию, что я должен увидеть в этом комплексе, чтобы было понятно? Да, здесь есть хороший шанс зарабатывать. Ну, первое, что нужно спросить вообще, есть там управляющая компания или нет. Потому что вам понравился комплекс, это очень важно, это очень супер важно, кто будет управлять вашей. И вы спрашиваете, допустим, в офисе продаж, а кто ее управляет. И вам менеджер говорит, никто не управляет, это ваша квартира, занимайтесь этим сами. Или он может сказать, вы можете сами сдавать, это очень выгодно, если вы будете сами сдавать. Звучит красиво, если небольшое «но». Вы сами сдавать не будете, скорее всего. Вы найдете себе какую-нибудь девочку или небольшую местную фирму, которая будет этим сдавать сам. Но вот и в этот момент начнется в этом комплексе каннибализм, когда вот эти все компании начнут друг друга деппинговать. Правильно ли я понимаю, что вот это как раз такое первое важное условие, первый момент. Ты приходишь, задаешь вопрос, если тебе говорят, что никто не управляет, это означает, что в комплексе есть большое количество небольших компаний, скорее всего, которые каждый юнит сдают по отдельности. От этого там собственника один, от этого, собственно, кто-то другой. Ну да, то есть застройщик построит, уйдет, будет дальше строить следующий комплекс. А здесь, ну как, это будет анархия. Конечно, они самоорганизуются там в какой-то… Нет, не самоорганизуются. Будет просто кто-то сдавать по одной цене, кто-то по другой, кто-то совсем дешево. Хорошо. Какой ответ на вопрос должен тогда меня в каком-то смысле успокоить? Первое, да, будет. Вот у нас, допустим, есть там комплекс один, его построила МИДА Групп. Они сказали, слушайте, мы отельная компания, у нас сфера деятельности отель, и у нас сфера деятельности строительства. И понятное дело, что мы будем управлять. У нас все ресурсы есть, чтобы этим управлять. Не совсем будет правильно, если в этом комплексе, будучи мы, отельная компания обеспечивает столько всякого сервиса, и вдруг кто-то скажет, нет, я буду сдавать сам, пусть мои жильцы пользуются отельным сервисом, за который платят другие люди, а он как бы… И поэтому, да, они сразу же при покупке создают там правила проживания в кондоминиуме, где описывают о том, что ребята, работая вместе, у нас вот такой социальный контракт. Давайте тогда еще разок, потому что я вижу, мне просто пришел даже в личку человек, написал вопрос, когда мы говорим про управляющую компанию в комплексе. Ведь есть компания, которая просто, ну, вы сами сказали, просто убирают, да, там, чистят бассейн, это одна история. Есть компания… Да, это совсем другая история. Да, а есть компания… Вот мы сейчас говорим про ту управляющую компанию, которая помогает обеспечить поток арендаторов. Да, мы именно говорим про ту компанию, которая управляет именно вашей квартирой внутри, вот, за вашими дверьми. Компания, которая обслуживает общую территорию, вывозит мусор там и все остальное, это называемое Jurassic Person, то есть юридическое лицо, которое подчинено комитету жильцов, и оно просто следит за бассейнами и садами. Но оно не занимается сдачей в аренду. Она даже не является коммерческой компанией, это не коммерческая структура. Критический момент тогда. Является ли проблемой или вообще не является проблемой? Когда компания, которая занимается арендой и компания, которая занимается, ну, обустройством, там, это две разные компании. Или это вообще не мероприятие? Они всегда две разные. То есть, когда сдается кондоминиум, есть закон акта кондоминиума, который там 76-го, потом редакция 2008-го. Там говорится о том, что у жильцов есть комитет, который держит компанию, по-нашему ЖКХ, ну, комператив, наверное, может как-то назвать. Ну да, который обслуживает общую территорию. Согласно закону, часть общей территории кондоминиума принадлежит тебе, дифференциальной площади твоей квартиры. Какая-то там часть. Тебе нужна компания, которая будет за этим следить. Да, ты платишь коммунальные услуги, плюс еще и обслуживающие компании немного. Но все равно они за общей территорией следят, они подчиняются тебе. Ты можешь, кстати, голосами жильцов сменить эту компанию. Но она не занимается арендой. Это не ее правило. Она даже не может этого делать. Это всегда другая история. То есть, чтобы не путать никого, про Jurassic Person, ЖКХ, про нее вообще забудьте. Она не относится к делу. Отельная компания, которая делает это в обслуживании номерах и заселяет туристов, управляет рецепшеном, это одна история. А тут более коммуналка. Вот. Тогда вот этот момент, давайте сразу скажем. А компания, которая занимается, скажем, уборкой номеров и которая занимается уборкой территорий, это две разные истории. Да, это разные компании. Вот это важный момент, потому что это абсолютно убежден далеко. Окей. А когда вы тогда говорите, что есть жилые комплексы, где у застройщика прям есть своя управляющая компания, она тоже берет на себя только вот ту часть, которая связана с заселением и с уборкой номеров, а территория это вообще какая-то отдельная история? Или тут не может быть от штук? Застройщик при сдаче комплекса все-таки по закону должен туда завести ЖКХ. вот эту управляшку. Она, еще раз, некоммерческая структура. И это ЖКХ непосредственно выставляет, там вот у нас там вывоз мусора, общее освещение, там охранник сидит и плюс еще там чистка бассейнов, пострижка сада. Сформировали счет там, к примеру, там и разослали всем, там люди оплатили. То есть плюс там еще приходят им счета за свет, они это все регулируют. То есть они там буквально несколько человек, которые, они даже регистрируются, кстати, в земельном департаменте. То есть застройщик просто это обеспечивал и все. А там они, они даже не подчиняются, кстати, застройщику. Хорошо. Тогда давайте смотреть. Вот у нас есть лучший вариант, когда есть одна управляющая компания, мы сейчас говорим уже про ту управляющую компанию, которая непосредственно будет зарабатывать для вас деньги на аренде. Она будет привлекать людей. Вот правильно я понимаю, что хороший вариант, когда эта компания одна. И как это понять, особенно если комплекс еще не построен? Она будет одна или их будет несколько? Кто вам даст ответ на этот вопрос? Сам застройщик. Сам. Дело в том, что вот если застройщик обладает вот этой отельной силой, отельным управлением, то, конечно, он этот комплекс построит и сделает его отелем. И сделает из него актив, который приносит доход. Если говорить о том, что хотя нет, бывают исключения, бывает застройщик, даже не обладая отельным управлением, он все равно еще на этапе продаж уже подписывает контракт с какой-то отельной компанией и презентует это именно на этапе продаж. Говорит, вот у нас, допустим, будь там Ридскар, например, или там, я не знаю, Ромада, Винхам, то есть он скажет вот Акор, то есть вот у нас есть роутер-контракт и вот с ними будет вот так вот. Но при этом роутер-контракт тоже разная история, там бывают разные типы контрактов. Но это уже детали, я потом об этом объясню. То есть если он скажет, что мы вот строим, нам отельная компания прописала стандарты, у отельной компании есть стандарты кондоминии, она не возьмет каждый подряд, у них должна быть определенная глубина бассейна, у них должна быть электрика, которая там, если свет погас стоит, то должно быть минимум 80% должно обеспечиться генератором, у них там должна быть пожарная безопасность, то есть у них очень много условий, которые ты должен соблюсти. И если ты их соблюнул, ты, соответственно, покажешь это еще к потенциальным инвесторам, которые тебе пришли, скажешь, вот у меня вот эта компания, мы с ними подписались. Скажите, вот вы назвали там Ридс Карлтон, Винхем и так далее, правильно я понимаю, что вот это и есть те управляющие компании? Это именно отельные бренды, да. Тогда следующий момент, вот название вы сказали довольно громкие, но я не в Таиланде, в другой стране, не буду сейчас ее называть, столкнулся с ситуацией, просто видел, что одно дело громкое название, а другое дело реально, чтобы эта компания управляла. Я не хочу сказать, что тут уж явно есть какое-то мошенничество, но знаете, как вот компания некие прокладки, вот как это можно понять заранее, что действительно будет крутой управленец, и что это именно он, а не какой-то там, ну кто-то купил его бренд, там его название, и ты столкнешься в итоге, ну непонятно с чем. У этих компаний, вот их Ройте контракт, он, есть у них франшиза, это минимально, когда правда можно купить просто название, и не подключаться, там, ну, оператором быть независимым. если не будешь осуществлять качество услуг, они заберутся в название, там контракт и есть, то есть здесь, притом у всех из них очень разные условия качества, вот, и их аудит, там, он может проходить там внезапно, или там раз в несколько месяцев, раз в год, то, ну, он, он может быть, конечно, если не соответствующий, просто заберут, вот, и тут, да, наверное. И, ну, что обеспечивает вот эта управляющая компания? Она обеспечивает заполнение и она обеспечивает работу с арендаторами на местах, то есть, как бы, ну, уборка номеров, там, да, какое-то. Управляющая компания, вот, как юридический организованное и зарегистрированное в Таиланде, она обеспечивает тот сервис, который требует, к примеру, там, Рамадай или Винхам. Но, но, вот, к примеру, в моем случае, когда я заключал контракт с Винхам, я не, я встроился в их структуру, не брал просто название. То есть, Винхам у них, там, 4600 отелей по всему миру, и огромное количество департаментов, там, я не знаю, это, наверное, целое министерство можно назвать, департамент резервации, то есть, бронирование, да, там у них целые колл-центры бронирования. Соответственно, я не хотел брать свой независимый отдел бронирования. Я взял их отдел, и они сами присылают туристов на Пукет в наш кондоминиум. Правильно ли я понимаю? Сейчас, давайте посмотрим, несколько проектов, которые ваши, да, в них схема работы именно такая, там есть одна управляющая компания. Во всех наших квартирных комплексах одна управляющая компания, но отельная компания у нас только в одном, вот в этом, который, вот этот, да, он у нас только, получается, еще даже не до конца сдан, но когда мы его строили, мы уже тогда заключили контракт с Винхом и обговорили условия работы о том, что, вы знаете, вот этот вот процесс, вот выгоден же именно, чтобы был именно турист приезжал, а не человек, который хочет на полгода или на год снять квартиру, а именно тот, который приезжал на недельку, на две отдохнуть, чтобы платил посуточно, его очень сложно достать. Когда мы поговорили с Винхом, они сказали, окей, мы дадим вам этого туриста обеспечить какой-то сервис. Простите, обеспечите какой-то сервис. Вы должны обеспечить какой-то сервис или управляющая компания должна обеспечить? Они же сами должны это сделать? Или вы прочитали? Нет, именно я думаю, мы открыли свою компанию Art House Management, наняли там десятки людей, целый год над ней работали, они делали нам консалтинг, то есть это нескончаемые тренинги, обучение. К пониманию отельного бизнеса нужно, ну, я просто вам скажу, что, вот, к примеру, в квартирном комплексе может быть просто ресепшн, два ресепшиониста и секьюрити, а в отеле работает сотня человек в обслуживании сервиса, потому что там технические службы, обслуживание в номерах, уборки в номерах, плюс еще консьержсервис, гастролейшн, фронт-офис, это просто при том, что эти люди все должны быть обучены, они работают в одной структуре, каждый департамент еще стоит свой отдел качества, который проверяет свой супервайзер, это работа с людьми, то есть это самый тяжелый труд, когда там человек летел 12 часов, он уставший, пришел, ему номер не дают, это, то есть вот эта вся структура, сотня людей, это огромный, тяжелый бизнес, и они нам целый год ставили эту всю структуру, а потом она сама работает, ну, наша компания продолжает этим управлять, мы зарабатываем, Вингхам зарабатывает и зарабатывает владелец этой недвижимости. Я, значит, правильно ли я понимаю, что для тех проектов, которые ваши, которые вот вы построили, вы, по сути, для каждого проекта нанимаете сами отдельную и большую махину, это люди, это кто? Это там уборщицы, это, не знаю, повара, все повара, там даже кухня, чтобы, но я должен сам это создать, то есть, смотрите, вот, допустим, я застройщик, я построил объект, забрал свою маржу и ушел, и так это работало, допустим, в России, так же все делают, построил, ушел и дальше строишь. Жилой облиц, мне никакого дела нет, до того будет, мне не нужна никакая кухня, моя квартира есть, и все, но, но здесь курорт, люди приезжают отдохнуть, они не хотят, допустим, с утра бегать, искать себе завтрак, они хотят, чтобы им там мини-бар был у них в комнате, они хотят, чтобы убирались каждый день, чтобы шоколадки им клали, чтобы из консервии все им решали, они приехали в отпуск, целый год человек работал, хочет отдохнуть, и он готов за это платить. Поэтому я же, вот эти все люди, которых на самом деле работают, десятки в комов в отеле, это мои сотрудники. Ну да, это я понимаю. Окей, тогда давайте поговорим о математике, как я понимаю, она у вас определенная готова. То есть, для меня, как для инвестора, который хочет купить, ну какой-то юнит, назовем это так, да, и у меня есть вариант. Да, вы сказали, и, в общем, вполне логично, что мне гораздо интереснее купить юнит в комплексе, где будет одна управляющая компания, чтобы не возникало, ну там, определенной конкуренции, это всегда риск, там, да, это риск снижения цены. Теперь давайте поговорим о другой стороне вопроса. Вот эти же 100 человек, или там 50, или 70, сколько работают на каждом конкретном комплексе, это же расходы. Да. И так или иначе, эти расходы в итоге ложатся на меня, как на собственника. Как это, ну понятно, что как это можно подсчитать, как это можно прикинуть, я знаю, что у вас расчеты были, могу открыть какую-то страницу, да, у вас была какая-то на этот счет. Ну да, давайте. Давайте попробуем на ее примере, а потом, в общем, может быть, даже с более общими цифрами, это проекты компании Art House, да, вот они, пожалуйста. Ну вот, вот смотрите, вот это. То есть, у нас получилась такая история, что да, множество, множество, множество людей работает в комплексе. И вот Винком нам назначил стоимость суточную в феврале, 134 доллара в сутки за односпальную квартиру и 229 долларов в сутки за двухспальную квартиру. Что значит назначил? Это цена, которую он определил для арендатора? Для туриста или нет? Для туриста, да. То есть, вот по этой цене. Да, он определил, что на всех букингах о годах вот эта цена. Это, примерно, 4700 бат. Но мы что заключили? Что, конечно, после этого нужно минуснуть расходы. Сколько в этой стоимости у нас расходов? И обслуживание номера в номерах, плюс там всякие вот эти коммерческие, ой, эти коммунальные услуги, вода, свет. У меня вышло в сутки с односпальной ну почти 10 долларов. Вы знаете, это там получилось 340 бат. Все дело в том, что это очень маленькая стоимость. К примеру, есть у нас управляющие компании небольшие на острове. Есть такие компании, где там один человек, там у него нет штата. Он просто выселил вашу квартиру в Airbnb и ждет туристов, пока они заселят, он их просто даст ключи. Но туристы говорят, нам нужно убраться. Он раз в неделю позвонил какой-нибудь Тарике, который... они опьянятся, Ну, в общем, местные на аутсорсе они берут от 500 до 1000 бат. Это от 15 до 30 долларов. То есть за одну уборку. У меня же, когда я сидержив в штате уборщик, который просто ходит по этажам и убирает, у меня одна уборка получается всего 60 долларов и 60 бат. Это 2 доллара. Из расчета ее зарплаты. То есть когда вот этот весь штат держишь, получается... Получается интереснее. да? Но и при этом нам же как получилось. Я вот начал тогда говорить о том, что изначально мы про какой отель вообще не думали. Первый наш этап это сделать только одну управляющую, но это был квартирный комплекс. И эта управляющая не делала отельного сервиса. Она сдавала квартиры помесячно, ну, может, кто-то там иногда турист какой-нибудь перепадет, Ура, счастье, привалило. Но цена все равно была, хоть она высокая на ресепшене, у нас появилась вторая проблема. Мы избавились от внутреннего демпинга, но появился внешняя конкуренция, внешний демпинг. Потому что если допустим у нас стоит кондоминиум там право траваи, вокруг там тайтл, вокруг там еще несколько квартирных комплексов, которые демпингуют. И в итоге почему мы пришли к отельному управлению? Нам отельеры сказали хорошо вы хотите еще дороже и не подчиняться вот этому демпингу, который идет вокруг вас. Тогда делайте сервис. Хотите еще дороже, нельзя просто взять цену и сделать дороже сказать вот я настолько никто не придет. Не будет человек платить за отельный сервис, если у него нет с утра завтрака. Не будет. Соответственно говорит вам нужен завтрак. Соответственно нужна кухня, несколько смен поваров, отдел заготовки, утрен фуршет. Вот это все нужно. Соответственно тогда цена вырастет. И мы посчитали окей. Далее проблема была то, что нужно туриста получить на эту цену. Но это мы обеспечили за счет того, что Витхам нам сказал окей, ты можешь об этом не заботиться, а это мы сделаем сами. Подключайся к нашему отдел приобретаю квартиру. По сути, давайте так, я приобретаю в вашем случае номер в отеле. Ну, так, потому что это уже по сути отель. Но каждый комплекс на острове выглядит как отель. Вот все квартирные комплексы это всегда ресепшн, всегда бассейн, всегда тренажерный зал. По минимуму. Да, но вы сказали, что в некоторых случаях там есть такие комплексы, когда ты приходишь и внизу ресепшена прямо нет. ресепшен есть, нет отдела продаж, к примеру, такое бывает. окей, хорошо. Мой доход ведь все равно зависит от заполняемости. Да. Соответственно, как заранее мне понять, что заполняемость в данном случае будет хорошая? Вот вы назвали цифру 70%. Я не знаю, 70% это хорошо, плохо, наверное, у нас Винхам за январь, за февраль он сделал нам 94% заполняемости. То есть, ну, понятное дело, что по прогнозам мы упадем в низкий сезон в 60% заполняемости. Европейцы уедут, приедут австралийцы. по году все равно будет где-то 72%, если арифметически посчитать полгода высокого сезона, полгода низкого. Иными словами, логика такая, вот когда вы строите проекты, и те проекты, которые у вас были раньше, я правильно понимаю, что вы с самого начала четко решили, что у вас будет только одна управляющая компания, и во всех комплексах у вас это действует так? Да. Следующий момент, когда вы начинаете строить новый комплекс, вы соответственно строите его уже с расчетом на отельную инфраструктуру, и на, ну то есть, вот вы сказали, что надо, чтобы ресторан был, ведь изначально его в жилом комплексе можно не запланировать, ну то есть, как бы сделать какой-нибудь маленький, то есть, не соответствующее количеству номеров. Соответственно, вы на это тоже сейчас закладываетесь. получилось все так, что у нас в наших комплексах все-таки у нас, да, вот только сейчас, только в том году, вот год назад, мы пришли к тому, мысли о том, что надо отельное управление, и тот комплекс, который на короне у нас называется Proud Residence by Wilhelm Trademark Collection, он отельное управление, ну вот, да, вот, вот этот Winkham, но те, которые построены до него были, они были как квартирные комплексы без отельного управления, там была одна компания, но не было отельного сервиса, но нам повезло, мы везде там делали, предусмотрели, пространство под ресторан, на Proud Ravine, несмотря что это бутиках, там даже два ресторана, поэтому вот сейчас у нас план после вот этого удачного опыта с отельным управлением, когда мы уже завершим это все, и все там начнут работать как часы, мы перейдем к тем комплексам, которые были ранее у нас, даже доинвестируем туда, и переведем, и сделаем там сервис отельный тоже. Можно ли сказать, Александр, что ваш опыт как застройщиков с более чем десятилетним стажем на Пхукете показывает, что наибольшую доходность приносят по сути отели, в скобках, объекты с отельным управлением, ну по сути это отели и есть, то есть это места, где люди приезжают на короткий срок, это места, где есть четкая инфраструктура, это места, ну инфраструктура в смысле, там не просто бассейн, да, и не просто там какая-нибудь стойка ресепшн, а нечто большее. И разница в доходности и разница в цене, порог входа в случае отельного бизнеса, он не, насколько он выше или он не выше? Вы знаете, он не выше, все дело в том, что вот смотрите, я же когда получаю доход, я же часть этого дохода забираю себе, отчасть 60%, мы делим 60 на 40, 60 мы даем владельцу, 40 себе, ну хотя у нас есть такие, это среднее по рынку, хотя есть там компания Лагуна, она наоборот, 60 забирает себе, 40 оставляет владельцу, но я бы не стал повышать цены на свои комплексы только из-за отельного управления, потому что я все равно получу прибыль в будущем, единственное, что влияет на цену, это расположение комплекса, потому что земля может быть дороже или дешевле, если это рядом с морем, то это дороже, но зато если ты с морем и еще туда отель завел, то это самая, это же пятерка тогда у тебя получается, ты будешь, было бы очень странно и неразумно вкладывать деньги как застройщику землю на пляже и не делать это отелем с отельным сервисом. Если я инвестор, с кем я заключаю договор, вот я хорошо покупаю, и договор на управление, он безусловный, то есть я не могу купить, например, в вашем комплекте новым строящимся, об этом мы сейчас тоже пару слов скажем, я покупаю номер, соответственно, он уже обустроен, у меня уже есть договор с управляющей компанией, но это не случай к эндоминиуму, а в том смысле, что я не живу там постоянно и не могу жить, то есть это не предусматривается вообще такая история. Нет, в том-то и дело, что вы же регистрируете свое право собственности, никто вам это запретить там не жить не может. То есть жить вы там можете. Условие того, что вы не можете делать это самостоятельно коммерческой сдачей заниматься. То есть вы можете жить, закрыть, уехать. Ну, или пожить полгода, остальные полгода сдать. Пожалуйста. А, и при этом, собственно, я, у меня нет никаких жестких обязательств, по которым я бы, условно говоря, две недели в году, знаете, есть такие же тоже проекты, две недели в году там живу, а все остальное время там коммерчески сдается, и причем это коммерчески, это ограничивает меня, то есть я там жить в это время не могу, или я должен платить как арендатор? Это относится, если вы подписали контракт на гарантированный доход. А у вас это есть? У нас это есть. То есть, надо понимать, что застройщик предложит гарантированный доход, но он... Я знаю, сколько мы получаем, я могу тебе озвучить цифры, сколько в процентном соотношении мы получаем с арендой. с арендой. Если... Ну, это... Если это отельное управление, если посуточная сдача, и приехал турист, который готов за это платить, то это всегда больше 10% ретабельности. Но застройщик вам скажет, давай я на себя риски возьму, а вдруг ковид опять начнется. Давай, и я тебе заплачу 7 годовых, и неважно, сдам я или не сдам, я их просто буду каждый год тебе платить. Вот в этом случае, если человек подписал гарантированный доход, к примеру, 7% в год себе взял, может, 8, не знаю, там, по-сякому, мы вам предложим, то он... У него ограниченное количество дней в году, это может быть всего месяц, там, в низкий сезон, никакого нового года высокого сезона, а если хочет высокий сезон, то он должен будет заплатить за это. Может быть, по какой-то нитке, но все-таки, да, это относится к гарантированным доходам, то, что вы говорили. Правильно, я вас еще раз услышал, вы сказали, что порог входа примерно одинаковый, означает ли это, что, ну, там, на стадии котлована, там, сколько сейчас, за 120-130 тысяч долларов, наверное, даже подешевле. А, не, вы имеете в виду за квадратный, ну, да, 120-130 тысяч. За юнит, ну, там, небольшой, там, да, купить можно. в отельном комплексе, который будет сдаваться именно вот по отельным принципам. За такие же деньги что-то можно купить или все-таки это более дорогие, высокие цифры? Вы знаете, вы можете купить, я думаю, что отельный сервис, все, комплекс будет немножечко дороже, потому что компания, там, допустим, Аккор какая-нибудь, там, она будет требовать определенного качества материалов от застройщика, ну, выполнения в этом комплексе. Там может быть специальная плитка, там, у некоторых, там, со стружкой золотой, там, они просят обязательно, чтобы было, вот, то есть у них есть спецификация на некоторые материалы, то есть тогда, да, комплекс будет дороже, но я бы не сказал, я могу и, к примеру, сделать комплекс в центре острова, тоже с качеством материалов, но без отельного управления, он будет стоить, наверное, так же, как в другой, где-то части острова. и, то есть, само отельное управление, наверное, не сильно влияет, то есть вы, когда заходите в комплекс, а цены, вот, только будет говорить о том, это четверка, пятерка, как она находится рядом, близко с морем, и все остальное, а второй уже фактор, вы спрашиваете, мне нравится расположение, нравится качество, инфраструктура, которая тут, кто будет управлять, будет ли посоточный турист, будут ли завтраки по утрам. Друзья, мы немножко выбились за регламент, но я позволю еще, давайте еще немножко побеседуем, уж больно интересно у нас, как это получается. Есть у вас еще, время? Да, конечно. Я просто хочу тогда еще уточнить, вот смотрите, во-первых, вопрос, вот сейчас был от нашего зрителя, вопрос с налогообложением, в случае с покупкой, например, у вас, как это решается, кому я плачу, как, или это, вот это как раз вопрос управляющей компании. Управляющая компания, она отчитывается перед владельцем недвижимости, от той доходности, которая есть, и иногда это очень удобно с системой, когда управляешь, как мы сейчас работаем над этим, просто делать мобильное приложение, кабинет, куда вы заходите и смотрите, что там у вас, ваш юнит приносил, последний там, ну или отправляет, просто сервенка отчеты там ежемесячно. Доходность, вы можете забирать, либо вам перечисляется на зарубеж, либо это может быть тайский счет какой-то. Есть в Таиланде НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Он здесь, конечно, нужна будет консультация специалиста. Дело в том, что если вы налоговый резидент Таиланда, то у вас прогрессивная шкала доходности. И если, допустим, у вас целый этаж квартир, то эта доходность станет очень большой, и тогда у вас погоду вырастет прогрессия, может, до 30%. Но если у вас там одна там квартира, тогда лучше остаться, ну, можно, наверное, подать вот эту декларацию и там заплатить процентов 5. Но если много квартир, я бы рекомендовал не получать местный такс-эдин, и оставаться нерезидентом налоговым. Тогда просто там стабильная ставка 15% на все доходы. Хорошо. Такой еще вопрос. У школи речь идет о жилом комплексе, который отельного типа. Ну, сколько у вас, например, юнитов в одном? 50, 70, 130? Ну, к примеру, Винхам 188. Ну, или просто сейчас вот давайте посмотрим, например. Вот, например, вот. Это вилла. Это вилла. Давайте не вилла, давайте вилла вот здесь, например. Здесь 298. 298. Смотрите. Есть такой же объект, в том числе, на первом этаже, есть объект на втором этаже. Ну, там, они могут стоить примерно одинаково. Я понял, о чем вы спрашиваете. То есть, как формируется доход? Как формируется, и как выбрать правильное внутри комплекса? Это котловая система, так называемая rental pool. арендная котловая система. То есть, комплекс отработал месяц, получил там доход. Все в один котел. И потом распределяется долями между всеми собственниками. то есть, все получат доход. А доля рассчитывается как? Что? Доля еще не стоит от чего? А вот доля рассчитывается, что есть некое... Ну, понятное дело, что двушка и однушка, это разные даже... Ну, там, двушки и однушки, это два разных котла. Но если брать только односпальные квартиры, то есть, допустим, с видом на море, а есть с видом на сад. Идет добавочный коэффициент, там, одна, там, и две десятых. Тем, кто... Потому что они, правда, сдаются, ну, допустим, с видом на сад, она сдается за 200 долларов, а та за 220. Понятно, что одну целую две десятых нужно там, грубо говоря, на математике просто добивать. Ну, и человек заплатил, квартиру он купил тоже дороже, та, которая с лучшим видом. Правильно ли я понимаю, что приобретя юнит в таком объекте, я сразу отдаю управляющей компании на откуп ценообразования, вопрос ремонта. То есть, это все идет... И опять же, с точки зрения ремонта, когда это отель-отель, понятное дело, я там живу две недели, то это одна история. А тут я могу жить сколько угодно, как вот этот вопрос решается. Кто проводит ремонт, когда, в какие сроки? Опять же, вопрос там вилок, ложек, фотографии любимых и так далее. Отель, если у вас постоянный контракт с отелем, то отель, конечно, берет вот это вот все, вилки, изначально вы должны купить эти вилки, ложки. То есть, вы должны передать отельной компании вот этот юнит с этими вилками и ложками. Ну, когда вы покупаете квартиру, мы ставим пакет мебели, плюс еще там потом докупаешь, ну, где-то 2000 долларов стоит этот hotel setup называемый, где вилки, ложки, тарелки, халаты, плюс еще там чайники, все, вплоть до тапочек и стаканчиков под зубные щетки. Ты докупаешь или платишь? В том смысле... Нет, ты докупил и передал им. Все. А какого цвета ты решаешь? Я хочу, чтобы моя квартира выглядела примерно вот так. Или тебе... Они присылают тебе, говорят, вот этот вот пакет. Я веду на случай. Потому что там даже у них по мебели, ну, как бы условия, всякие не получится. Она просто может там развалиться, там, допустим, ну, к примеру, я не знаю, но, в общем, есть определенные даже стандарты по мебели, которые у них должны быть. И тумбочки должны быть. Сейчас они там некоторые просят с этими зарядками беспроводными. Ну, то есть, там должно быть... Ты им должен об этом успествовать. Но ремонт, кстати, если что-то сломалось, и ты у них на постоянном контракте, они берут потом на себя. Понял. Тогда давайте уже буквально несколько заключительных вопросов. Ну, про китайцев коллеги мы обязательно спросим еще в конце Александра. На какие цифры в итоге все-таки может сейчас выйти собственник в ваших проектах? Ну, у нас получилась такая история, что вот почему я сильно удивился, что мы вдруг вышли на такие цифры. Я не ожидал настолько сильного ответа от Винхама. Потому что это для меня было шоком. Мы запустились, получается, 19 января. 1 февраля я открыл отчет и увидел, что у нас на счету лежит полтора миллиона бат, это 50 тысяч долларов. За 11-12 дней работы буквально еще не весь комплекс был готов, цело 30 квартир. То есть, это доходность квартирного комплекса без отельного управления, сервиса, ну, там несколько месяцев нужно работать. Соответственно, они же перечислили вам деньги в том числе за приезды, которые будут еще там через полгода, через год. Не-не-не-не, это чисто расчет уже был по этим. Вперед они нас еще не присылали. Вот это вот чисто те, которых мы отработали. А в феврале вообще так был шикарен. Вот. И у меня получилось, что я взял потом посмотрел кто за сколько покупал в этом комплексе квартиры, посчитал среднюю арифметическую и вывел, что с однушки у нас получилось где-то 13,1 процента ориентальности. С двушки 11 процентов там с чем-то получилось. Это уже та сумма, которую получит на руки собственных. после вычета моей части. А деталях спрашивать не буду, но если не секрет, а ваши взаимоотношения с Виндхемом это тоже система каких-то гарантий или это просто учитывая то, что они тоже марка солидная, вы просто говорите им, ребят, как получится, так получится. Если не секрет, я уже лезу на такую территорию. Слушайте, но у нас есть контракт на обязательство. Контракт на самом деле достаточно широк там целый Талмуд. И конечно там очень много моих собственных обязательств, что я должен обеспечить, но если это обеспечиваю, они мне дают ту цену и ту заполняемость, которую обязуем сначала. окей. Ну и смотрите, давайте тогда все-таки в заключении вернемся к ситуации, когда человек приходит к необходимости выбирать, начинает выбирать. Ваш взгляд все-таки, что он должен, чтобы вы порекомендовали с учетом того опыта, который у вас есть и продолжает накапливаться в течение последнего времени. Что это за объект, что это за объект внутри комплекса, каким критерием он должен удовлетворять, какие вопросы застройщику, если объект еще не построен, застройщику управляющей компании, если объект уже построен, человек должен задать. Ваш взгляд. Ну вопрос, допустим, по локации, расположению. Я уже упоминал, что если это первая береговая, то это капитализация, этот проект постоянно будет хорошо пользоваться, он будет ликвиден. Но если говорить про доходное от аренды, то неважно, можно взять комплекс и подешевле, и на второй линии, но спросить обязательно, а будет ли отельное управление и сервис, и будут ли туристы, которые будут приезжать посуточно. Я бы даже, наверное, вот я бы сам, как инвестор, если бы у меня стоял выбор на первой береговой, переплатить, но без отельного управления, просто заезжай и не дай позже, просто сам потом ищи себе управляшку или какую-то девочку, которая будет управлять. Или на второй линии, но там Ромада, допустим, на ней написанная, или Хилтон, но я бы, конечно, выбрал бы ту вторую линии подешевле, во-первых, и доходности выше, в итоге у меня еще и ретабельность вышла бы высокая. Окей. Ну и в заключении уже, Александр, прошу, давайте, обрак, контакты компании еще раз покажу в чате. О проектах немножко переговорили, но это, собственно, ваши партнеры, да, я понимаю? Винхем, и это тоже довольно интересный, как я понимаю, слайд, это, собственно, что должна иметь управляющая компания, да, такая основательная? Вы знаете, нам, ну вот, к Кандоминиу, да, мне просто иногда кто-то там говорит, не совсем, я хочу донести до потенциальных инвесторов разницу между девочкой, которая очень хорошая и наверняка приятная, но которая скажет, я сейчас вам буду все сдавать, и отельная компания, у которой в штате десятки человек. То есть, просто иногда некоторые клиенты говорят, слушайте, а можно я буду сам сдавать, у меня там есть очень симпатичная девушка, которая на острове уже давно живет. Это прекрасно. Так, ну и Хеннесси, это ваш, если я правильно понимаю, новый проект, который вы сейчас только начинаете строить, и, ну, может быть, буквально пару цифр, срок завершения строительства, порог входа и, ну, вот история где, что и как, у нас каким-то случайным, счастливым образом нам досталась земля буквально в 100 метрах от пляжа Корона, один из самых красивейших пляжей острова. Вот, и это получилось, более того, между нами пляжем там ничего нет, никаких построек, то есть, более того, там еще муниципальный парк, это прям первая линия. И, конечно, это будет пятерка, она будет с брендом, порог входа туда, квартиры там от 240 тысяч долларов, и в этом районе достаточно хорошо развитая инфраструктура, то есть, этот проект выше премиума, он люкс. Но, опять же, все-таки еще для себя, уже, может быть, даже зрители все поняли, а я еще не до конца понял один момент. Вот, вы сказали, отель, это будет пятерка, то есть, вы строите отель, я покупаю номер в отеле. Ну, это будет квартирный комплекс, у вас будет своя квартира, на нее будет право собственности, но вся инфраструктура вокруг вашей квартиры будет отельная, там будет тренажерный зал, будет куча бассейнов, будут рестораны, коктейльные бары, то есть, будут машинки, которые будут вас возить на пляж, баги электрические, то есть, вот это вот все будет, понимаете? То есть, отельное управление, это все-таки не отель в классическом смысле этого слова? нет, у нас, если отель, то это, ну, если ты построил отель, там, взял там в банке кредит, построил, то там собственников нет, ты единственный сам собственник, там нет жильцов, ты единственный собственник отеля, или там какая-нибудь конгломерат каких-нибудь инвесторов потенциально. Ну, и в заключении, например, была пара вопросов, все-таки видят много китайцев на Пхукете, так Китай, он открыт, не открыт, или частично открыт, в чем суть-то? Вроде как, они же там как-то уже упростили выезд из Китая, или не до конца еще? Нет, китайцы в свое время очень сильно подняли цену на стоимость недвижимости до ковида, потом, когда ковид случился, цена опять отпрыгнула обратно. Дело в том, что они брали все просто без разбора, они покупали целыми этажами там, не знаю, ну вот представьте, какое-нибудь там мегаполис китайский, там Гуанчжоу, там их ВВП один больше, чем у всей нашей России, и они, конечно, скупали тут просто не останавливались. Вот очень любят вторичку, там готовые просто выбирали, но они не прилетели после ковида. С чем это связано, внутренняя политика Китая сейчас нацелена на внутренний туризм, и они пытаются как-то это регулировать среди местных. Хотя у нас был стрим, видеострим с компанией Жуэй, это крупный китайский брокер по зарубежной недвижимости, они сказали нам тогда, что, ребята, у вас пока не хватает продукта на острове, мы пока не придем, но все равно ждите, мы вернемся. Поэтому, когда они вернутся, нас снова ждут приключения. Ну, если я помню, у нас там еще был один вопрос, к сожалению, у меня, видите, сейчас нет его под рукой, он не в чате пришел, он опять же пришел, если человек хочет приехать на Пхукет, ну, кстати, пересекает с вопросом тоже нашего одного зрителя, человек приехал на Пхукет, вот он купил что-то и при этом хочет иметь более-менее надежную гаранцию на продолжительную жизнь там, чтобы долго остаться. Ваш опыт, это вопрос уже к вам даже не как солисты не здесь, а как сейчас задержаться и постоянно находиться на Пхукете, самые популярные вы имеете ввиду визовый вопрос, да? Визовый вопрос, да, буквально пару слов, можно обыкнуть. Ну, попытаюсь в двух предложениях как бы это все вместить. Отдельный вебинарник. Проще говоря, когда прилетаю, нужно сразу же разделить, это не шенгенская зона, здесь не нужно получать визу, чтобы сюда нет никаких барьеров, чтобы приезжать, потому что, к примеру, когда летишь в Европу, там нужно тебе определить, зачем ты туда летишь, предоставить кучу документов, а потом либо ты попал, либо не прилетел, либо прилетел, может быть, визу не дали. Здесь совсем другая история. Ты сначала прилетаешь, у тебя сразу просто штамп 90 дней там на входе, да, просто вот никаких бумажек, просто паспорт, и потом ты определяешься, что тебе надо. Первое, может быть, ты хочешь свой бизнес здесь, окей, у тебя бизнес-виза, может быть, ты хочешь образовательную визу, окей, education-виза, может быть, ты пенсионер, у тебя пенсионная виза, может, если ты купил недвижимость, там тоже есть условия, может быть, ты удаленчик, есть LTR-виза, ну, то есть, которые работают там поудаленно, а у них тоже есть условия, недавно, кстати, появилось, не многие об этом еще знают, что такое LTR-виза, long-term residence-виза, наверное, это целая правда отдельная история семинара. Ты можешь приобрести себе LTR-визу, инвестиционная виза за покупки недвижимости тоже такова есть, да, есть, вот, то есть, в конце концов, если ты вообще ничего не надо тебе, 90 дней штамп достаточно большой период, и, ну, пацаны у нас, кстати, приезжают все-таки с детьми, дети идут в школу, и ты привязываешься к визе детей, обучать, если у тебя, если ты еще не пенсионер, но, если все-таки тебе не туда, и детей вообще нет, и ты не хочешь, просто хочешь лежать под пальмой и дауншифтить, то, ну, из моего опыта, 90 дней, просто находясь под пальмой, ты раз в 90 дней куда-то хочешь съездить. Мы в центре Уго-Восточной Азии, буквально Сингапур, в часе полета отсюда, в Куалумпур, там тоже, буквально, билет стоит 70, ну, там, долларов, вот, рядом Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Гонконг, путешествую, очень много лоукостов, с летом, прилетел обратно, вот те еще 90 дней. Окей. Ну, что ж, дорогие друзья, Александр Гудовский, директор и основатель группы арт-хаус, Александр, спасибо вам огромное. Мне кажется, мы, ну, ответили на малую часть вопросов, но в любом случае, поскольку наше сотрудничество начинается и развивается, на приа, не читайте подробный материал, тут же мы и объекты тоже разместил, какие есть предложения конкретные от компании арт-хаус, на приа, спасибо вам, спасибо, дорогие друзья, за внимание, продолжаем все внимание сегодня Таиланду, ну, а инвестиции это всегда история вечная, всегда популярная. Спасибо большое и до скорой встречи. Давайте, до встречи. До встречи.